Трудные места описания с библейским порталом Экзегет Не ожесточайте сердец ваших, как во времена ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои сорок лет, посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали о них путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они войдут, а не в покой мой. Какой покой они не войдут? На пенсию, что ли, не войдут? Пенсионный возраст им подняли, наверное, за их грехи в пустыне? Нет, про грехи в пустыне все понятно, это пересказ того, как они ходили по пустыне, это, кстати, все цитаты из Псалма 94-го, израильтяне шли по пустыне, без конца роптали на Бога, чего-то хотели, ну, он им это давал, но за ропот он поклялся, что они не войдут в Ханаан, в землю обетованную, войдут только их дети, за речащим исключением, вроде Иисуса Новина и Халева. Вот, а рабы, выросшие в Египте, которые так и не отказались от рабского менталитета, сегодняшнее новое слово, которые так и оставались внутри себя в этом рабстве египетском, да, вот они в землю свободных людей не войдут. Ну, покой-то здесь при чем? Покой здесь, конечно, не в смысле покои там архиерейские или какие-то, да, здесь по-гречески То есть, ну, вот, в мое успокоение. Слушайте, а ведь мы очень хорошо это понимаем, я так шутливо сказал про пенсию, но сейчас уже, пожалуй, нет, вот, когда я был маленьким, вот, была такая фраза, выйти на пенсию, то есть, вот, жизнь как бы пришла к своему тихому финалу, Может быть, очень долгому, кстати, да, не то, что прямо вот осталось совсем чуть-чуть, а не нужно торопиться рано утром на работу, будильник не звонит, хорошо, еще много сил, да, еще есть чем заняться в жизни. Тоже не совсем это. Вы знаете, вот, если подойти с такой психологической стороны, вот, бывают люди, искренне верующие, не хочу плохого про них сказать, и вот они все бредут по пустыне, они все спорят с Богом, они все с собой спорят, они все ищут и не находят, они никак не могут успокоиться. В советское время песня такая «Комсомольцы, беспокойные сердца», это вроде как было хорошо, да, то есть, человек, которому не сидится, у которого все время какое-то беспокойство, но человеку-то этому каково. То есть, вот, на уровне таком психологическом я могу себе это объяснить, вот, тот, у кого вот все не так, вот, всюду ему некомфортно, вот, куда он не придет, все плохо. Люди, которые меняют таким образом, там, свои общины, свои конфессии, религии иногда, да, и везде не так, и везде вот не то, и везде какие-то недостатки, проблемы, нет успокоений, в этом смысле не войдут в покой, то есть, никак не найдут места, где им будет хорошо. Мне кажется, мы уже ближе к пониманию смысла того, о чем говорит автор. Но, смотрите, обетованная земля – это страна, как она описывается не раз в Ветхом Завете, где каждый живет под своей смоковницей и своей виноградной лозой. Это не значит, на пенсии ничего не делает, все само вырастает, нет. Ну, между прочим, многие на пенсии тоже, на даче, будь здоров, как копают огород, но свой огород, да, себе, ну, и своим родным, близким. Вот это ощущение, что ты не на дядю работаешь, как в Египте работали на фараона, это ощущение, что у тебя все свое. Вот ты на своей земле, ты в своем огороде, ты среди своего народа, и ты со своим Богом, и ты его, а он твой. Вот, может быть, это понимание, оно в каком-то смысле объединяет все эти такие более примитивные понимания, которые я сказал, назвал раньше. И вот смотрите, человек или люди, которые ожесточают сердца, искушают Бога, которые не готовы принять вот то, что им дано, а дано не так мало. Вот они не могут войти в это место покоя. И, мне кажется, это очень хорошо как раз характеризует определенный род людей, для которых действительно все, что с ними происходит, повод для беспокойства, для невроза. Религиозного очень часто, ведь религия, любая самая хорошая, правильная, искренняя христианская вера в том числе может, к сожалению, порождать эти невротические состояния, когда человеку мало Бога. Есть одно песнопение ТЗ, община, которая существует в Западной Европе, которое мне очень нравится. И в переводе на русский язык оно звучит так. Ты не печалься, ты не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Как, скажете вы, чего бояться? Очень много чего можно бояться в нынешнем мире. Позвольте, я не буду перечислять, если новости последние смотрели, наверняка знаете сами, да? А вот если Бог с нами, то чего нам не хватает? Может быть, вот ровно об этом здесь и сказано. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...